давайте подробно рассмотрим нашу лабораторную работу а именно фрагмент по получению меандра нам нужно импульсный сигнал разложить в частичный ряд фурье собственно сейчас мы это и будем делать вот у нас формула для разложения нашего меандра в ряд фурье и мы хотим нарисовать просто графики при этом мы хотим частичные ряды взять то есть вот это нулевой член значит нам нужно взять первый член один график 1 2 2 график 1 2 3 3 график и так далее ну сделаем 8 картинок то есть 8 членов возьмем значит что у нас тут есть у нас есть наш файл файл программка написано на языке матлаб именно на системе октава давайте мы просмотрим его построчно что он делает а потом проделаем посмотрим что он собственно делает в живую и так 8 это количество гармоник которые мы возьмем дальше чтобы построить график матлабе нам нужно иксы и игреки взять иксы это у нас время будет ось absys нужно взять отчеты по этой оси absys то есть фактически сгенерить вектор и в каждой точке этого вектора посчитать значение функции в данном случае с от т то есть заполнить ось ординат для вот мы сгенерили этот массив от минус 1 до 1 с шагом 1 сотая дальше значит амплитуду ну поставим единица период тоже поставим единица дальше нам нужно получить коэффициенты гармоник это вот они у нас идут идут 1 3 5 и так далее то есть ну фактически вот такая вот у нас идет формула чтобы посчитать все вот эти вот гармоники мы используем следующий принцип у нас работает матлаб и октав хорошо с векторами и матрицами поэтому вместо циклов и так далее мы именно работаем с матричными операциями что мы сделаем мы сгенерим матрицу так чтобы по столбцам бы были вот наши функции для разного количества отчетов и в результате мы получим матрицу длиной количество столбцов будет совпадать с количеством отчетов по времени далее мы должны получить коэффициенты которые идут перед косинусами отдельный вектор получаем потом мы просто перемножим этот вектор с гармониками но для того чтобы у нас матрица гармоник это очень большая матрица мы с помощью повторения сгенерим длинную матрицу из столбцов тут штришок штришок это транспонирование и матрица будет количество столбцов равно количеством отчетов времени t и потом сделаем сумму с накоплением так что вот каждый элемент будет соответствовать вот первый элемент второй элемент с накоплением будет и и напечатаем то есть у нас разобьем на графике под графике 4 в высоту 2 в ширину и будем печатать в зависимости от к первый второй и до восьмого и в каждом месте будем печатать вот нужную строчечку из этой нашей матрицы теперь давайте в октаве проделаем вот то что мы сделали тут у нас стоят точка запятой в конце они подавляют вывод поскольку мы в интерактивном режиме будем сейчас я покрупнее постараюсь сделать значит в интерактивном мы будем без точки запятой и так частота дискретизации давайте перенесем поставим сюда вот у нас получилось такая такой длинный вектор строка от минус 1 до 1 но естественно получается 201 отсчет логично амплитуда равна 1 с для простоты можно конечно сделать другие значения и коэффициенты гармоника вот мы сейчас рассчитаем вот у нас получились 1 3 5 7 9 ну вот они как раз 1 1 1 1 3 5 и так далее ну и собственно вот это наша чудесная матрица что у нас будет этой матрице давайте смотрим мы повернули транспонировали ну вот смотрите если мы транспонируем получается вектор столбец и мы умножаем на вектор столбец в данном случае это будет поэлементно делаться на 2 пи вот он 2 пи вот 2 пи разделили на т 2 пи разделили на т умножили на коэффициент вот этот вот nh13 так далее и значит на время и взяли косинус ну вот так вот вот у нас так и получилось то есть вот они по значит каждый столбец состоит вот из этих вот количество наших гармоник и количество столбцов равно количество отсчетов значит вот теперь вот эти вот коэффициенты 1 1 1 3 1 5 ну и естественно умножили на 2 а на пи вот они наши коэффициенты и теперь мы видим что у нас они через 1 меняют знак ну и вот таким вот образом зададим вот эту смену знака вот через 1 они будут менять знак то есть что тут написано начиная со второго члена нашего массива тут у нас вектор до конца через два превращать в противоположный знак то есть вот вторым был второй это поменял следующий 4 6 8 да вот так вот все работает значит вот вот у нас вот мы генерим такую матрицу ну вот у нас а м вектор строка вектор столбец превратили и теперь сгенерим его так чтобы он по размеру совпадал да вот видите абсолютно одинаковые значения во всех столбцах и 201 столбец теперь мы можем получить по элементное умножить получили вот такую матрицу то есть вот у нас каждая строка получается это фиксирован отсчет и гармоника и по времени пробегает от минус 1 до 1 теперь мы сделаем сумму с накоплением вот у нас получилась сумма с накоплением и собственно теперь строим графики вот такие вот чудесные графики получились но давайте действительно смотрим что у нас постепенно постепенно он превращается из косинусоиды в что-то похожее на импульс видите искажается постепенно и превращается в импульс то есть вот импульс мы разложили по ряду фурье в ряд фурье вот у нас вот у нас в редакторе мы поместили нашу функцию вот она в нашем файле работаем мы для того чтобы обрабатывать функцию нам нужно перейти в этот каталог именно с этим файлом и теперь мы можем сгенерить вот то что вот мы до этого я сгенерил из этого файла опубликовать его грубо говоря вот процент это для совместимости с матлабом в октаве можно использовать решеточку двойной процент или двойная решетка это заголовок пошел а тут описание тут вот окончание этого описание или заголовка а дальше он понимает что идет код ну и вот давайте мы запишем publish название он просчитывает все и генерит файл файл хэтэмэйл вот он вот видите эта картинка с нашими графиками и файл хэтэмэйл ну вот собственно мы получили и собственно к документ и смоделированную задачу задача задача как вы видите крайне простая